Первая говорящая Чихуахуа Софи Привет, с вами снова Софи и сегодня мы поговорим о сложной и актуальной теме приучения собаки к стрижке когтей. Для многих хозяев это большая проблема, так как ради такой несколько минутной процедуры им приходится ездить в салон к ветеринару или заводчику. Или если собака ищет щенок и даже не знает, что это такое, а стричь когти уже пора. Как же приучить собаку к стрижке когтей? Приучать необходимо как можно раньше, желательно с первых дней жизни щенка у вас дома. Обязательно попросите вашего врача или заводчика объяснить вам, как правильно стричь когти. Об этом есть отдельное видео, ссылка в описании. Но давайте по порядку, поехали. Приучение собаки можно разделить на несколько этапов. Первый этап, приучаем к прикосновениям к лапам. В течение нескольких дней трогайте лапки собаки постоянно, чтобы она привыкла к прикосновениям. Сжимайте их, трогайте между пальчиками, за когти, нежно пощипывайте. При этом за спокойное поведение поглаживайте и угощайте лакомством. Если собака вообще не дает прикасаться к лапам, попробуйте начать это делать во время игры и дрессировки. Если видите, что собаке не нравится, когда вы трогаете лапы, то придется двигаться миллиметровыми шагами и поощрять любое прикосновение к лапе хвалой и лакомством, постепенно удлиняя время прикосновения. Если у вашей собаки нет отрицательного опыта, связанного с прикосновением к лапам, но она все равно сопротивляется, то нужно укреплять контакт ваш с ней. В норме, при наличии хорошего контакта с хозяином, собака позволяет ему делать с ней все, что ему необходимо. Когда собака совершенно свободно будет давать трогать и сжимать лапы, переходите ко второму этапу приучения. Второй этап. Приучаем к когтерезу. В течение нескольких дней показывайте собаке когтерез и давайте понюхать, изучите его. Положите его рядом и на него кусочек сыра или лакомства, предложите ей взять вкуснятину. При этом за спокойное поведение поглаживайте и угощайте лакомством, хвалите. Продемонстрируйте ей, что когтерез не страшен. Например, предложите собаке поиграть в игрушку, не пряча при этом когтерез. Пусть он станет для нее чем-то привычным и не пугающим. Если она категорически его боится, положите его среди игрушек, со временем она к нему привыкнет. Если собака уже не боится, то попробуйте щелкнуть когтерезом около нее, без резких движений, спокойно. Опять же, не забывайте поощрять за спокойное поведение. Если собака испугается, то проигнорируйте это, как будто ничего не произошло. Ни в коем случае не начинайте ее успокаивать, этим вы лишь подкрепите нежелательный страх. Ведь когда вы гладите собаку во время такого поведения, она считает это похвалой и в следующий раз постарается вести себя точно так же. Когда собака будет спокойно реагировать на вид когтереза, на щелчки около нее, можно переходить к третьему этапу. Третий этап. Продолжаем приучаться к когтерезу. Положите лакомство рядом, чтобы собака его видела, но не давайте брать его или держите его в руке. Посадите так, как вам самим наиболее удобно стричь когти. В одну руку возьмите когтерез, в другую лапку собаки и не торопясь, выражая спокойствие, улыбаясь, дружелюбно пощелкайте около лапки когтереза. Будто вы уже стрижете когти, но не касаетесь когтей. Пощелкав несколько раз вокруг лапки, отпустите собаку и позвольте скушать угощение, хваля и подбадривая. Если же собака испугается, то предложите ей какую-нибудь интересную игру, чтобы отвлечь, и вернитесь ко второму этапу заново. Если вы повторяете процедуру и собака уже не нервничает, переходите к четвертому этапу. Четвертый этап. Приучаем стричь когти. Если собака уже совсем спокойно реагирует на щелчки когтереза вокруг лапы, снова положите рядом угощение или возьмите в руку, чтобы собака его либо видела, либо знала, что у вас в руке угощение. Примите удобную позу вместе с собакой, снова улыбаясь, дружелюбно, очень аккуратно начинайте отстригать самый-самый кончик когтя. Ваша задача не подстричь когти на самом деле, а продемонстрировать собаке, что это не страшно и вовсе не больно. Вспомните, как стрижете ногти вы. Состригая кончик, ничего не чувствуется, но если начать резать сразу под корень, будет неприятно. Так же и у собаки. На первый раз хватит и одного коготочка, после этого сразу похвалите собаку и дайте съесть лакомство. Сколько приучать? Тренируйтесь каждый день, подстригая кончики у нескольких коготков. Повторяйте процедуру, продолжая отстригать кончики до тех пор, пока собака окончательно не привыкнет к этим действиям. За время тренировок вы уже подстрижете когти до нужной длины и далее будет нечего делать и поэтому будет перерыв. Чтобы за время перерыва собака не отвыкла, продолжайте каждый день просто делать вид, что вы стрижете когти, прикасаясь когтерезам к ее когтям. Со временем собака будет относиться к процедуре совершенно спокойно, но теперь ваша задача не допускать длительных перерывов между стрижками. То есть как только когти чуть-чуть отросли, сразу стригите. Не давайте им отрасти слишком длинными, это процесс длительный и требует вашего терпения и спокойствия. Ни в коем случае нельзя срываться и нервничать на собаку. И маленький психологический бонус. Собаки очень хитрые создания. Если собака ранее все время реагировала на стрижку когтей спокойно и вдруг без видимых причин начала этого бояться, не даваться, нервничать, но в других вещах она продолжает быть послушной, вполне возможно она придумала способ. Как избежать не очень приятной для себя процедуры. А дай-ка я попробую покапризничать, а вдруг? Но! В таком случае истинная причина совсем не в реальном страхе перед стрижкой когтей, как вам могло бы показаться сначала. А собака просто в очередной раз пытается проверить, кто же все-таки главный, она или хозяин. Вам просто нужно усилить ваш с ней контакт, укрепить свое звание старшего. И этим вы вернете послушание в этой сфере. Приведу пример. Как-то раз очень послушный чао-чао моей подруги Филя внезапно стал впадать в истерику при виде когтереза, хотя до этого он обычно спал во время стрижки когтей. Его хозяйке хватило всего одного занятия по послушанию, и оно было на совершенно другую тему, реакция Фили на встречных собак. Он не очень любил их и часто не хотел слушаться хозяйку, но в этот раз она строго, спокойно и четко запретила ему это, продемонстрировав свою твердость. И Филя понял, что она гораздо умнее и сообразительнее, чем он думал. Даже не относящаяся к стрижке когтей ситуация напомнила Фили, что его хозяйка не просто лучший друг, хорошая мамочка, но еще и умная и сильная личность с характером, и такими хитростями ее не проведешь. В тот же день стрижка когтей прошла как по волшебству, снова спокойно и больше ситуация не повторялась. Поэтому, друзья, налаживайте контакт со своими питомцами, любите их, заботитесь о них, относитесь к ним с уважением, ведь они такие же члены семьи. С вами была Первая Говорящая Чихуакуа Софи, подписывайтесь на мой канал, мой инстаграм, вступайте в наши группы вконтакте и будет вам счастье. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok